Кто давно смотрит наш канал, знает, что я очень люблю игры-гонки, но не очень люблю игры-гонки, в которых присутствуют ставки. Я вообще, в принципе, не очень люблю игры на ставке. Сегодня у нас будет на столе игра, в которой будут гонки, будут ставки и немножко ролан-райта. Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. Сегодня у меня на столе игра Long Shot, и это игра, в которой мы посетим ипподром в роли очень богатых людей, которые будут готовы бросать деньги на песок ипподрома, кидать его в жакеев, кидать его в лошадей, покупать лошадей прямо в ходе забега, делать ставки и в итоге постараться выйти с самыми богатыми людьми с ипподрома. Деньги вы друг у друга отбирать, конечно же, не будете, но эта игра подарит вам много азартных минут, потому что у нее основным движком являются кубики. В зависимости от выпавшего результата у вас будут двигаться такие вот деревянные лошадки по игровому полю, и та лошадь, которая первой пересечет круг, станет победительницей, займет первое место, какая-то займет второе место, какая-то займет третье место, и в зависимости от этого сыграют ваши ставки. В игру могут играть одновременно до восьми игроков, есть и соло-режим, и это делает игру практически пати-геймом, в смысле и то, что в ней есть соло-режим, а то, что в ней играть могут одновременно до восьми игроков, но только вкупе с тем, что игра это очень быстрая, ходы динамичные, и вы не тратите много времени на размышления, вы бежите вперед вместе с лошадями, за которых болеете. Давайте же потихонечку разбираться, как играется лонгшот. Итак, в гуле ипподрома, пока кони еще не выпущены в забег, каждый из вас получает по вот такой карточке. И это ваши стартовые асимметричные условия начала игры. Вы, получив эту карточку, отмечаете все, что в ней написано. То есть вы здесь вот в данном случае убираете четверочку, зачеркиваете, троечку зачеркиваете, шестерочку, пятерочку, и также отмечаете себе две ставки по три на первую лошадь и на восьмую лошадь. У всех приблизительно будут разные эти ставки, то есть где-то будет 2-4, где-то 3-3 и так далее. Каждый игрок получит себе такую карточку закрытую, откроет ее и укажет у себя на планшетике все, что на ней написано. После этого вы определите первого игрока, и он будет бросать кубики. Что у нас вообще в принципе здесь есть? У нас есть игровое поле, разбитое на секции или ячейки, по которым будут скакать как раз наши лошади. У нас есть карта лошадей, каждый из них со специальной способностью, но использоваться вы ей сможете только если вы приобретете эту лошадь. Цена приобретения лошади написана вот здесь. Как только вы ее приобрели, вы сможете положить эту лошадь рядом с собой и пользоваться той обилочкой, которая у нее есть. Некоторые обилки дают вам перманентный какой-то бонус, некоторые дают вам способность делать что-то, когда вы делаете что-то другое. Здесь у нас есть три отдельные ячейки. Первая ячейка – это ячейка с вашими ставками, и вы вначале получаете себе определенное количество денежек. Здесь вы будете деньги себе списывать и тем самым как бы срисовывать их. Здесь вы будете когда деньги списывать, будете стирать, писать новые циферки или добавлять к ним другие циферки. Вот это наша зона ставок. В данном случае у меня на красную лошадь поставлено 3 доллара, и если она придет первой, то у меня будет из этих 3 долларов 15 долларов. Второй будет 12, третий будет 9, а если она придет какой угодно, кроме первой, второй, третий, я просто вернул себе эти 3 бакса. Да, в жизни так не бывает, конечно, но здесь это вам дает всем победные очки, сколько вы долларов не заработали, вы их не потеряете, они вам победными очками вернутся, куда бы вы их не поставили. Конечно же, лучше приумножать свои доходы, но если не получилось, то хоть вернуть то, что потратили, тоже неплохо. Это мы, скажем так, покупаем снаряжение в поддержку тех жокеев и тех лошадей, которые, соответственно, обладают тем или иным цветом. Отмечая кепи для жокея, то есть, например, вот так вот, мы имеем право потом, вот по этому символу, делать ставки даже в конце игры на эту лошадь, то есть, когда она, вот эта у вас, пересечет вот эту красную линию. Обычно, если лошадь пересекла красную линию, то на нее ставки больше делать нельзя. Извините, вы были слишком долгими в своих размышлениях, не верили в эту коняшку, и она проскакала туда, где на нее ставки делать уже нельзя. Вот это вам поможет сделать на нее ставки. Во-вторых, вы можете зачеркивать свитер, и это позволяет вам вычеркивать эту лошадь на одной из других лошадей. То есть, в частности, мы могли бы взять и вот здесь вычеркнуть крестик. Я покажу, для чего они нужны позже. Также у нас есть подковка, которую мы можем вычеркивать, и она позволяет наменять цвет кубика, который выпал на данный момент, только для нас. Плюс здесь у нас классическая тема. То есть, авторам игры не хватало чисто гонки, чисто ставок. Они решили добавить именно классические Roll-and-Ride механики. Раз уж мы даем что-то зарисовывать здесь на планшетике, то почему бы и не сделать классические штучки. Когда мы будем зарисовать определенные цвета здесь столбцы или колонки, мы будем выбирать себе какой-то бонус. То есть, деньги чисто или еще что-то для того, чтобы его зачеркнуть и получить этот бонус себе конкретно. Так как же происходит игра? Мы бросаем кубики. На одном кубике выпадает цвет, и он дублируется цифрой, на втором выпадает только цифра. В данном случае у нас выпала оранжевая лошадь. Это лошадь номер 7, и она подвигается на 2. Мы берем оранжевую лошадь. Раз, два. И дальше смотрим. Этот конь бежит, земля дрожит. Конь, которому он нравится, бегут за ним вперед. И в данном случае это у нас красный и синий. И они подвигаются на 1. После этого, начиная с первого игрока, который бросил кубики, он имеет право делать следующие вещи. Они все есть в памятке. Он имеет право отметить вот эту семерку вот здесь вот, и вычеркнуть ее. В данном случае вот здесь вот семерку зачеркнуть. И тем самым приблизиться к колонке и столбцу, в которых она находилась. Второе. Он может, соответственно, вычеркнуть оранжевый шлем или оранжевый свитер, и получить бонусы за них. Третье, что он может делать, это поставить до 3 долларов на эту лошадь. То есть поставить сюда трешечку и надеяться, что она победит, что, в принципе, она сейчас впереди-то идет. Либо, соответственно, он может потратить одну из своих трех подков и сказать, что это будет другая лошадь, а не эта. Он хочет какую-то другую лошадь вперед двигать и помогать ей из-за нее болеть. Но в данном случае не будем этого поделать. Либо он может, соответственно, купить себе оранжевую лошадь. Оранжевая лошадь, цена ее здесь. Она говорит, что во время подсчета очков мы получим 2 победных очка за каждую лошадь, на которую мы сделали ставки. То есть нам надо будет постараться сделать ставки и получить за это большие деньги дополнительные. Это именно эта конкретно оранжевая лошадь. Лошадей вообще, в принципе, в колоде несколько одинакового цвета. Каждый раз выкладывают все 8 разных цветов. И у них стоимость, соответственно, возрастает, чем меньше у нее номер и чем сильнее, соответственно, ее способность. Важный момент. Если вы не купите лошадь, то у вас не будет шанса побороться за вот эти вот призы. Потому что вот эти 35, 25 и 15 долларов в конце игры получают только те, кто владеет лошадями, которые побежали первый, второй или третий. Если, соответственно, вы не владеете лошадями, которые побежали первый, второй или третий, вам каким-то образом у себя на планшетике надо будет отыгрывать все эти бабки. Итак, поехали дальше. Ходит лошадь номер 6 на 3 аж. Раз, два, три. И лошадь номер 6, как вы видите, смотрите, у нас есть желтый и синий. Желтый идет на один, синий идет на один. И мы сами добавили туда зеленый, поэтому зеленый тоже пойдет на один. Вот так вот оно все и работает. В какой-то момент вы начнете понимать, что вот, например, у нас этот игрок купил голубую лошадь. И она идет впереди планеты всей. Например, она уже вот здесь. Мы как стоим вот так вот. А лошадь, за которую мы болели, фиолетовая и красная, они вам вообще доходяги, как бы, в самом сзади идут. Вот, фиолетовый и красный. Мы понимаем, что нам надо что-то делать с этой синей лошадью. И мы сделаем следующее. Мы рано или поздно заполним себе вот этот вот ряд. И применим вот этот бонус, который отодвинет одну из лошадей на три назад. И бонусы здесь есть разные. Бонус здесь есть просто получить 7 долларов. То есть, переписать их себе сюда. Две лошади подвигать на два назад. Сделать сразу ставочку на кого-то. Две лошади вперед. Лошадь на три назад. Лошадь на три вперед. Еще ставочка. И зачеркнуть один из символов. Либо купить лошадь вне очереди. Полезные символы добавляют азарта игре. И вы соревнуетесь с другими игроками в том, кто правильнее рассчитает, какая лошадь придет или не придет. Иной раз помогая им или не помогая им специальными своими бонусами. Игра очень азартная. Играть может много народу одновременно. При этом все игроки делают свои ходы достаточно быстро. Потому что определение кубиков у них одно. То есть, я выбросил, например, шесть синие. И что она уходит на три. Все на игровом поле будут использовать для своих действий синюю, то есть голубую шестерку. И каждый должен будет использовать что-то связанное с ней. То есть, будет зачеркать всего здесь, здесь, здесь. Делать на нее ставку. Или перекрашивать ее, но перекрасывать не так много. По факту, это все, что есть в этой игре. Но это игра, как я уже сказал, пати-гейм. И поэтому она должна быть больше веселая, чем глубокая. В одном случае она бы не подарила вам тем впечатлением удовольствия и азарта, который вы будете осуществлять от того, как эти кони бегут и скачут вперед. Да, как я сказал, я не очень люблю игры на ставке. Я больше люблю игры именно про гонки. И здесь мне вот не хватало именно того момента, что, блин, я вот свою лошадь взял, и у меня очень мало контроля над тем, как она будет бежать. То есть, я в первый ход себе купил лошадь, или там в третий. И я не могу практически контролировать ничего с тем, что с ней будет. Потому что жестокий и безжалостный рандом, как в гонках единорогов, например, он гоняет коней по игровому полю в своем собственном ритме. Мне же нравится в играх-гонках больше, когда я имею возможность кого-то обогнать, подрезать и так далее. Но здесь основная механика все-таки это ставки. И если вам нравятся игры азартные, если вам нравится предугадывать и нравится большая вероятность удачи в играх, то эта игра вам очень понравится. Я прям точно говорю, что это будет ваша, и она откроет у вас не одну вечеринку, или, может быть, закроет ее, и вы получите большое удовольствие от процесса перегонения лошадей и делания ставок на них. И даже проиграть в эту игру, я бы не сказал, что обидно. И это все на сегодня. С вами был Юра. Вы смотрели Geek Media. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова